Голубое топливо в село. На первом заседании правительства в этом году вопрос газификации региона. На сегодняшний день газифицировано более 76% Ивановской области. При этом в городах доступность голубого топлива составляет 90%, тогда как в селах всего 32%. В 2015 году за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 188 километров газопроводов. В том числе в городах и поселках городского типа 61 километр, в сельской местности 127. Газифицировано природным газом 21 сельский населенный пункт, 4338 домовладений и квартир. В городах и поселках городского типа 3088, остальные в сельской местности. Сейчас регион готовит новую программу газификации на 2016-2020 годы. В нее вошли и 4 негазифицированных района – Лухский, Юрьевецкий, Пестяковский и Верхнеландиховский. Да, они входят в новую программу. Частично работы запланированы у нас на 2016-2017 год, частично на 2019-2020 год. Завершаются работы по проектированию газопровода от вода протяженностью 46,5 километров и газораспределительной станции города Юрьевец. На этот год запланировано начало строительства. Это самый ожидаемый и сложный объект последних лет. В 2014-2015 построено три межпоселковых газопровода в Пучешском районе, самой протяженной до деревни Дроздиха. Кстати, от деревни Дроздиха фактически уже построен газопровод до деревни Навленска Юрьевецкого района, так что это будет первый газифицированный населенный пункт в Юрьевецком районе. Отмечу также, в Пучешском районе, куда природный газ впервые пришел всего пять лет назад, к концу текущего года будут газифицированы почти все крупные населенные пункты, если мы исполним те планы и сроки, которые у нас указаны в графике синхронизации в программе. Инвестировать в Ивановскую область Газпром согласен на определенных условиях. При наличии софинансирования со стороны региона и отсутствии потребительских задолженностей. Второй пункт пока не выполняется. Долг за голубое топливо составляет 1 миллиард 346 миллионов рублей. Недобросовестные платильщики в основном юрлица. Анализ дебюторской задолженности промышленных покупателей газа показывает, что причина ее формирования не всегда связана с кризисными явлениями в экономике. Я имею ввиду недобросовестных покупателей, которые используют неоплату газа, как дешевые товарные кредиты. Впрочем, не всегда вопрос финансов срывает сроки газификации. Иногда трасса проходит через защитные леса или по земельным участкам, принадлежащим частным лицам. Договориться на адекватную сумму не всегда удается. Губернатор поручил главам внимательно следить за своей землей, знать, кто и с какой целью покупает тот или иной участок. Понятно, что в районах достаточно часто это именно земли сельхоз на значение. Люди, которые скупают для того, чтобы спекульнуть перед Газпромом, они, как правило, никакой сельхоз деятельности там не ведут. Я надеюсь, что до осени выйдет закон Российской Федерации, который поможет нам в упрощенном режиме отнимать землю у тех сельхоз, так называемых, производителей, которые никаких сельхозработок там не ведут. Программа газификации на 2016-2020 годы проходит последние правки. Через две недели документ принесут на подпись губернатору. Известно, что Газпром предусмотрел на этот период для Ивановской области 2,8 миллиарда рублей. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.